В 17 часов в фотографическом музее Дома Митинкова состоится открытие персональной выставки московского фотографа, обладателя самого престижного фото-журналистики приза Golden Eye и трёх золотых медалей World Press Photo, преподавателя факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимира Вяткина. И вот мы его встречаем у нас в гостях. Доброе утро, Владимир! Доброе утро, Владимир! Да. Это выставка, там фотографий масса, да, и сняты они за три десятилетия. За 40 лет. За 40 лет даже. Что это за работы? Ну, это работы, снятые действительно за 40 лет от начала. То есть первые работы, которые будут представлены, это 70-й, 71-й год, моя служба в армии, портреты моих однополчанок. К сожалению, не знаю, один-то погиб, один остался, ну, не знаю, жив ли. Второй, во всяком случае, это одни из первых моих работ. И то, что было на протяжении 40 лет. Ну, а вот у вас увлечение фотографией началось именно с армии или раньше? В детство и юность я занимался музыкой и живописью. Слава богу, что я не стал ни музыкантом, ни живописным, потому что быть средним не очень хочется, быть гениальным не дано, может быть. Ну, во всяком случае, я нашел свое. И на сегодняшний день я сам себе завидую, что я стал фотографом, фото-журналистом. Далось мне это очень тяжело. Мы знаем, что вот многие работы получили мировое признание, стали популярными. Владимир, а вот скажите, пожалуйста, вы вот просто фиксируете какой-то момент или пытаетесь в фотографии рассказать какую-то историю, судьбу? Как это вот все происходит? Фиксировать момент просто, это, скажем, то, что я уже прошел, я вырос из этого. С этого надо начинать, это надо уметь, но для меня фото-журналистика, не фотография, а фото-журналистика, я с фото-журналистами именно в журналистике, все-таки для меня ближе литература. Поэтому, если говорить условно, то вот я языком фотографии рассказываю о войне и о мире. Возможно это? Думаю, что возможно. Некоторые фотографии для экспозиции вот напечатаны на машине, мы знаем, а некоторые были напечатаны вручную. Да. Почему так? Ну, для меня, у меня есть на сегодня три очень больших недостатка. Во-первых, я не владею английским языком, а владею немецким языком. Во-вторых, я не владею ни компьютером, ни интернетом, поэтому, честно говоря... Это морока для вас, да? Нет, мне этого очень не хватает, я потерял в этом очень много. Но, с другой стороны, я очень рад, потому что рано или поздно критики, историки фотографии оценят это мое невладение как, может быть, самое мое большое достижение на сегодня. Для меня фотография, это классическая аналоговая фотография, пленочная фотография, это темная комната, это магия, это мистика. Все делается в темноте руками, мозгами, головой. Цифровая фотография, это иные мозги, иная технология, но для меня аналоговая фотография все-таки пока что ближе. То есть она какие-то некоторые моменты может передать, то, что не может передать компьютер или нет? Ну, просто, наверное, самый удивительный момент не только съемки, да, не только фотографирование, но и проявление, вот это тоже очень ценно. Да, безусловно. То есть 60% настоящей фотографии – это момент пищатия. Сейчас это возможно сделать в цифре, то есть через фотошоп, но покуда я этим не владею пока что. Поэтому я стараюсь это делать своими руками, либо руками тех, кто делает лучше, чем я, а я стою рядом. Но опять же есть одно но. Я сейчас вернулся из большой фото-журналистики, достигнув, вот вы сказали, что один золотой глаз и три золотых медалей. Большая ошибка. У меня семь Оскаров мировых и свыше двухсот мировых наград. И вот я от этого возвращаюсь к первоистокам, к пикториальной фотографии. То, к чему… То, с чего начинали. Начинали фотографы сто с лишним лет назад. То есть меня это очень… Говорят, почему вдруг не хватает метода? То есть современная фото-журналистика, основа фото-журналистики, документалистика, и сама же документалистика убивает изобразительность, художественность фото-журналистики. И получая в прошлом году золотую медаль мирового пресс-фото, я понял одно. Единственный, кто из лауреатов не сделал свой мастер-класс, это был я. Я сказал, это никому не надо. Слушай, я собираюсь заниматься абсолютно иным – художественной фотографией. С тем, чтобы, освоив новые стилистические возможности, у художника, у графика больше технологических и стилистических возможностей для индивидуального самовыражения. Я сейчас освоил экспрессионизм, импрессионизм, модерн. Для чего? Для того, чтобы ту же войну, ту же армию снимать в иных стилистических изображениях, передать максимум своих внутренних эмоций. Для меня жизнь интересна, мне интересно слушать жизнь изнутри, чем просто смотреть на внешние какие-то стороны. В отличие от вас, телевизионщиков, я привык ехать на войну и быть там месяцами. Ну вот да, особый раздел на ваши выставки занимают фотографии из Чечни и Афганистана. Я был на 11 войнах, начиная с Вьетнамской войны, то есть война Вьетнама и Китая с 79-го года, потом Афганистан, Африка, Ангола, Мозамбик, Никарагуа, Югославия. Зачем мне это надо? Да, за тем, чтобы мне очень важно получить внутреннее состояние эмоций, чтобы языком фотографии передать… Рассказать о том, что там на самом деле происходило. Что такое война? И вообще нужна ли она? И как обойти человечеству эти проблемы? Это очень важно. Безусловно, вот эти фотографии мы сейчас смотрим, как раз раздел Чечня были сняты в этом районе. Ну, в общем-то, это снято не за один раз и не за один год, и пришлось жить с ребятами и быть голодным, и… То есть не вжившись в эту структуру… Ты не сделаешь… То есть у меня есть один закон. Высший класс настоящего фото-журналиста – это быть мухой на стене, быть абсолютно незаметным. В тюрьме, в психбольнице, на войне, в мирной жизни, в театре, в кино, где бы ты ни был, быть мухой на стене, чтобы ты был невиден. Это самое сложное. Вот если ты это умеешь, стало быть, ты уже на половину фото-журналиста. Удивительный вы человек, Владимир. Вот на чем сейчас работаете? Снимаю девушек, снимаю обнаженку, снимаю цветы, снимаю то, чего не снимал никогда. Вдруг вот потянуло, и если вы придете на выставку, вы увидите отдельный зал. Пикториальная фотография. Я это называю неопикториальную фотографию. Это моя новая стилистика, мое изобретение, связь, живопись, я бывший живописец. И фотографии. Ну, я думаю, что что-то из этого получается, но через год я уже этим заниматься не буду. У меня есть новая идея. Наивные фотографии, примитивные фотографии. Что это такое, я не знаю. Но я это обязательно скажу. Но у вас это будет. А в Екатеринбурге вы еще будете проводить мастер-класс. Да. Где, когда будете обучать молодые фотографии? В школе изобразительных искусств и среди фотолюбителей. А завтра я встречаюсь с профессиональными фотографами. Я очень рад, что люди приезжают очень издалека сюда, чтобы повидаться со мной. Мне не нужны массы фотографов, поклонников, доброжелательных. Мне нужны мои. Те, кто за мной наблюдают с 60-х, с 70-х годов, мне нужны мои ученики, мои студенты, которых я порой учу тому, чего сам не умею. Быть счастливым. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Удачи вам. Сегодня открывается выставка, которая называется «Ваша персональная выставка. 18 часов в фотографическом музее Дом Митинко». Приходите, посмотрите. А у нас в гостях был замечательный человек, фотограф Владимир Вят.